Террасполь Известной была группировка «Бужор». Группировка стала действовать в Приднестровье в марте 92-го. Руководитель Ильей Илашку, представитель Народного фронта Молдовы. На счету террористов убийство Николая Остапенко, учителя-председателя райцполкома Слободейского района. Его расстреляли 23 апреля. Я знал немного Николая Ивановича Остапенко. Я знал, что это очень авторитетный, очень сильный человек. С большим будущим, потому что тогда он еще и молодым человеком был. И как все, был в ужасе расправы над ним зверской. Документальный фильм о тех событиях. Совместный проект Первого Приднестровского и информагентства «Новости Приднестровья». Наша съемочная группа провела свое расследование этих событий. Мы восстановили по крупицам все происходящее в 1992 году. Нашли даже человека, которого террористы использовали в своих целях. То есть они его захватили в заложники и заставили следовать своему плану, когда они убили Приднестровского патриота Александра Гусара. Выбежали двое, подбежали к Александру Довидовичу, ударили прикладом в затылок и стали тащить его на заднее сетение его же машины. Это было 8 мая 1992-го. Террористы Бужора убили выстрелом в голову, а потом сожгли в машине Александра Гусара, врача-лидера ополчения Слободейского района. Покушение, организация терактов, угрозы. Жертв террористов могло быть в разы больше. 2 июня Илашку арестовали. Когда пришли к Илашку, тот попытался спрятать магазин от автомата. Ногой отбросил его под кровать. Другой террорист, Иванцок, пытался прикрыться пятилетним ребенком. Он забежал в чужую квартиру и угрожал зарывать себя вместе с девочкой. Оперативникам удалось обезвредить террориста. Суд вынес вердикт. Илашку – смертная казнь. Остальным – поддельникам от 2 до 15 лет заключения. Но в 2001 году в качестве жеста доброй воли Илашку отдали Молдове. Румыния и Молдова признали Ильей Илашку национальным героем, выдали ордена. В 2010-м награды получили и остальные террористы группы Бужор. Европейский суд по правам человека не просто их оправдал, а заставил и Молдову, и Россию выплатить этим людям компенсацию. То есть за свою жестокость, за свою деятельность террористическую эти люди получили еще и денежную компенсацию. То есть это была высшая степень проявления несправедливости. Я узнал очень многое для себя, так как важно очень знать и понимать историю, особенно в наше время, когда героев представляют как врагов, а врагов представляют как героев. Поэтому советую всем остальным ребятам моего возраста, тем, кто поменьше, кто постарше, просматривать чаще такие видеоролики и делать выводы для себя. Как похищали, как убивали, это очень печально, и об этом задумывался очень тяжело. И невозможно представить, какая боль была родных этих погибших людей. Несмотря на тот страх, на ту пролитую кровь, они все-таки шли, защищали нашу землю, защищали нас. Очень сильно им благодарен. Фильм «Кровавый пион. Дело террориста Илашку» можно посмотреть в любое время на YouTube-канале Первого Приднестровского.